Если когда-нибудь инопланетяне прилетят на Землю и попросят меня показать им самое красивое, что сотворил человек, то я покажу им итальянские машины. Lamborghini Murcielago или Diablo SV, F40, Testarossa, это что-то из области искусства. Эти машины редкие, мускулистые и в какой-то степени эталонные, по скорости, внешнему виду и статусу. Но все же, итальянцы хороши в суперкарах, это факт. Но вот говоря про итальянские машины, мало кто вспомнит Fiat и уж тем более Lancio. А ведь когда-то эти машины были эталонными, в смысле, такими же совершенными, как Ferrari. И когда-то заводская команда Lancio составляла конкуренцию доминирующему в чемпионате Формулы 1 Мерседесу. И это я уже молчу про ралли группы B. Это достаточно грустная история, поэтому кроме чая и печенек советую запастись салфетками, чтобы протирать слезы, выступающие от осознания того, какие машины мы бы могли увидеть, если бы не всего одна подпись. Это Винченцо Лянчо, сын состоятельного итальянского маловара. В 1898 году он начал учиться инженерному ремеслу в автомобильной фирме Chirano. В 1906 году он оказался достаточно зрелым и инициативным для того, чтобы открыть собственное производство автомобилей по своему видению. Для обозначения марок своих авто Винченцо использовал греческий алфавит. Так его первой машиной стала Lancio Alfa. Вообще, Lancio были передовиками автомобилестроения. По ходу истории ты поймешь, что те технические решения, которые принимали они, позже использовали все. Хотя изначально эти идеи казались безумными. На Alfa был установлен один из первых в мире шестицилиндровых двигателей и кардан вместо цепи. Это тоже было редкостью. В 1913 году они выпускают вторую машину, Lancio Zeta. В ней устанавливались V-образные четверки на 70 сил. Это были одни из самых первых машин с электроосвещением. Первая мировая война сказалась на Lancio скорее положительной. Ведь это одно из немногих итальянских производств, которое сумело адаптироваться и начать клепать технику под военные нужды. Они начали производить двигатели V8 и V12, а также бронеавтомобили. В обмен на это государство отсыпало нехилых плюшек в виде земли и дополнительных средств на производство. Именно это позволило Винченцо с головой окунуться в разработку и совершенствование уже имеющихся автомобилей. И уже в 1921 году Lancio перевернули автомобильный мир, выпустив первую Lancio Lambda. Это была первая машина с несущим кузовом вместо рамы. Винченцо говорил, что создавая эту машину, он вдохновлялся кораблями, и поэтому сама капсула слегка напоминает лодку своим устройством. Lambda пережила аж 7 рестайлингов, и ее выпуск закончился только к 1938 году. Это был настоящий успех Lancio, при том, что производитель больше ставил не на массовость автомобилей, а на их комфорт и надежность. Винченцо Lancio умер от инфаркта в 1937 году. Последней машиной, к которой он приложил руку, стала Априла. Ее аэродинамический коэффициент составлял всего 0,47, что было недосягаемым для того времени. А добивалось это все использованием независимой подвески всех колес. Впервые в истории. После него управление компанией взяли на себя его дочки, но в инженерном ремесле они были откровенно слабые, поэтому призвали бывшего инженера Альфа Ромео Витерио Яна. Первый автомобиль, который вышел при нем, – Lancio Aurelia, которая считается первой нормально сбалансированной машиной среди всех моделей производителя. Оснащалась она V-образной шестеркой. В 50-х Lancio активно пробивалась в различные гоночные чемпионаты, причем успех был вполне явным. В сезоне 1956 года они представили болид D-50, разработанный под крылом Витерио Яна. Его двигатель был интегрирован в кузов, наклонен для лучшего центра тяжести, а баки были скрыты по бокам для лучшей развесовки. На Гран-при Испании, которая стала единственной гонкой, в котором они выкатили именно эту машину, они взяли пол в квалификации. Но из-за проблем со сцеплением вы были на седьмом круге. После этого Lancio навсегда ушла из формулы, однако болид был передан Scuderia Ferrari, который его доработали, выкатили в 57-м году и выиграли чемпионат. Означает ли это, что Lancio выиграла чемпионат? Вряд ли, ведь когда Alonso в этом сезоне занимают подиум, никто не отдает его регалии Red Bull. В 1970 году Lancio как автопроизводитель терпит большие убытки, из-за чего семья вынуждена продать фирму Fiat. В свою очередь Fiat интегрирует их в свое производство и начинает новый виток развития марки. Fiat полностью меняет вектор развития автомобилей Lancio. Из ограниченных серий они переходят к проектированию массовых автомобилей, а потом выпускают их улучшенные версии. В 1972 году они совместно выпускают Lancio Beta, которую оснастили первым в истории модели поперечно расположенным двигателем с двумя распредвалами. Наработки этого двигателя имели огромнейший потенциал, что производитель неоднократно показывал в ралли. Главной целью для Lancio на тот момент было полное доминирование в чемпионате мира по ралли. И поэтому еще в начале 70-х директор спортивного подразделения Fiat Чиразо Фиорио поручил разработать автомобиль исключительно для ралли. И они это сделали. В 1972 году Lancio показала Stratos HF, первой в истории мелкосерийное авто, созданное исключительно с целью гонок по гравийке. В нее пихнули V6 от Ferrari на карбюраторах Weber, а кузов изготовили из пластика, что максимально снижало вес. В общей сложности Lancio выиграли чемпионат мира по ралли 10 раз. Трижды на Stratos в 1973, 1974 и 1975 годах. Один раз на 0.37, также созданный специально для ралли, причем группы B. Тут примечательно, что это была последняя заднеприводная машина, которая смогла выиграть кубок конструкторов. После нее этого добивались только полноприводные автомобили. И целых шесть раз на Lancio Delta в различных модификациях. Это невероятный результат и походит на полнейшую доминацию. Однако в то время, пока на раллином поприще заводской команде не было равных, компания все равно терпела огромные убытки. Ведь одно дело собирать спортивный снаряд при наличии лучших инженеров. И совершенно другое, собирать сотни тысяч машин, которые устроят потребителя в динамике, комфорте и, главное, надежности. В 1966 году Fiat подписывает договор о производстве автомобилей в СССР. Да, именно тогда начали выпускать копейки. Но все дело в том, что Советский Союз в тот момент был не способен выплачивать компании необходимые ройалти для использования прав. И важные дядьки сошлись на том, что Fiat будет достаточно только советской стали, которая будет покрывать выплавку абсолютно всех элементов для их автомобилей. И Союз пошел на сделку. Но, как мы можем знать по старым добрым Жигулям, та самая сталь имеет неприятное свойство – очень быстро гнить. Именно это и случалось буквально со всеми автомобилями Fiat, и заодно лянча, которые находились под их крылом. Гнилой кузов через пару лет эксплуатации вызывал вопросы у владельцев-пепелатцев. А масло в огонь подливало тотальная ненадежность электроники. Лянча, равно как и Fiat, теряли доверие потребителей огромными темпами. Попытки возродить марку принимались неоднократно. В 1986 году Fiat выкупает Alfa Romeo, и компания полностью пересматривает позиционирование лянчи на рынке. Теперь они представляют модель как совершенно люксовую, тратят на разработку огромные суммы, но и это не работает. В 2001 году компания принимает одну из последних попыток. Говорит, что выдаст одну из лучших на рынке люксовых машин, которая будет опережать время, как в старые добрые. И показывает... Вот это. Это лянча тезис. Она задумывалась как конкурент Е-класса и Ауди А6. На секундочку. Это Ауди А6 того времени. А это Е-класс того времени. А это лянча тезис. Справедливости ради, автомобиль действительно вышел добротный. Несмотря на свои габариты, он удивительно хорошо управлялся, съедал все неровности на дорогах и был оснащен всеми доступными на тот момент люксовыми функциями. Но его дизайн, как по мне, он слишком странный. По сути, это был закат лянчи. Крупной серии больше не было. Продвижение прекратили в 2015, а с 2017 года лянча как самостоятельная марка производит только одну машину. Лянча Юпсил. И та продается только на итальянском рынке, где толком никому не нужна. Вот как-то так. Некогда добротные, злые, боевые автомобили попросту исчезли всего из-за одной подписи. Разумеется, винить только плохую сталь глупо, ведь Хонда почему-то живет и процветает. За всем этим стоят неверные решения топ-менеджмента, нехватка инженеров, огромное количество иных факторов, которые повлияли на такой исход этой истории. Спасибо, что досмотрел до этого момента. Я надеюсь, что ты хорошо провел время. Ставь палец вверх и подписывайся, если еще не подписан. И до встречи в следующем выпуске.